Ветер странствий занёс нас в красивую страну на Балканах, Монтенегро или Черногорию. Мы поселились в небольшой деревушке Лепетани, рядом с паромной переправой. Величавые горы обступают здесь со всех сторон узкую Боко-Каторскую вухту. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Чистая, освежающая вода постоянно манила искупаться. Мы проводили время в основном на понтоне, напротив переправы, загорая и купаясь. И, конечно, объездили все окрестности, посетив соседние города Котор, Пераст, Тиват, Буду, Херцег-Новик. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Будва – это один из самых древних городов Адриатики, которому более двух с половиной тысяч лет. Он находится сравнительно недалеко от Лепетани, где мы отдыхали в Черногории, и поэтому мы посетили его одним из первых. Крепостная стена была построена венецианцами в XV веке для защиты от турецкого вторжения. На стене сохранилось несколько сторожевых башенок с круглыми крышами и бойницами. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Попасть в Старый город можно через несколько входов. В Старом городе большая часть улочек вымощена булыжниками. Дома также сложены из серого камня. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В Старой Будве недалеко друг к другу находятся четыре церкви, но самые известные – это Католическая церковь Святого Иоанна и Православная Святой Троица. Православная церковь Святой Троица построена в 1804 году. Католический храм Святого Иоанна был возведен в VII веке и неоднократно перестраивался. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ламбиринт узких улочек вывел нас к главной достопримечательности Старой Будвы – Средневековой Цитадели. Крепость, именуемая Цитадель, считается одним из самых красивых мест Старого Города. Еще ее называют Морской Крепостью или Крепостью Святой Марии. Дата ее постройки – 1425 год. Изначально крепость была построена, чтобы защитить город от турецких набегов. На территории Цитадели находятся руины Старой Церкви, казарменные здания, а также крепостные стены с изображением символа Будвы по рельефу в виде двух переплетенных рыбок, а также ворота и площадь, на которой устраиваются театральные представления. Самым интересным местом в Цитадели считается верхний ярус Крепости. Отсюда открываются потрясающие виды на черепищенной крыше Старого Города, Адриатическое море и остров Святого Николая. По одной из легенд, Будву основал сын феникийского царя Агенора, Кадам, когда после выдворения из Тебы вместе с женой Гармонией они на валах добрались до этих мест. Будва по-гречески означает «волк». Другая версия пришла из легенды о двух влюбленных – каменщике Марка и красавице Елене, которые не могли пожениться из-за несогласия родных Елены, и поэтому спрыгнули с городской стены в море и превратились в двух рыб. А люди услышали «пусть двое будут как один, Буду – два». Не зря символом Будвы считаются две соединенные рыбки. С моря буду охранять спящий медведь, остров Святого Николая. За небольшой стеной находится один из городских пляжей Будвы – «Славянский пляж». Со старого города на него можно попасть через небольшую калитку. Пляж очень маленький, с одной стороны примыкает к городской стене, а с другой – к отельному комплексу «Овала». Но самым популярным пляжем Будвы является Могрин, состоящий из двух частей – Могрин-1 и Могрин-2. Живописная дорожка, ведущая к пляжам, прижимается к подножию огромных слоистых скал, а во время шторма полностью отчезает под пеной морских брызг. Могрин-2 и Могрин-2 и Могрин-2. Могрин-2 и Могрин-2. На пляже Могрин-2 мы увидели изящную фигурку девушки, которую называют и танцовщицей, и балериной, и гимнасткой. Она стоит на валуне, на самом берегу моря. Эта статуя символизирует девушку, по одним преданиям потерявшую возлюбленного моряка во время морского похода, а по другим погибшую во время шторма. Остров Святого Стефана является одним из самых живописных и дорогих курсов, курортов Адриатического побережья Черногории. С материком он соединен с помощью природного перешейка, появившегося в результате намыва слоев гравия. С высоты птичьего полета остров кажется лишь крохотным участком суши, одиноко возвышающимся посреди ярко-синих водных просторов Адриатики. Впервые крепость упоминается в летописях 1442 года, когда жители местного села Петровичи встречали турков, пытавшихся захватить Котор. После победы было решено воздвигнуть церковь и крепость в честь Святого Стефана. Светий Стефан был важным торговым центром и транспортным узлом во времена Венецианской республики. Он был заселен в 15 веке и представлял долгое время простую рыбацкую деревню. Из-за экономического кризиса город стал приходить в упадок. В 1950 году 20 жителей были переселены на материк, и Светий Стефан превратился в роскошный город-отель. На курорте отсутствуют какие-либо жилые массивы, и он полностью адаптирован для туристов, представляя собой своеобразный отельный город с несколькими десятками комфортабельных гостиниц. Внутреннее оформление отелей по-настоящему роскошно. Номера оборудованы в соответствии с самыми высокими стандартами качества. Это принесло острову Святого Стефана славу фешенебельного курорта. На протяжении многих лет здесь предпочитают отдыхать многие влиятельные политики, звезды кино и шоу-бизнеса, знаменитые спортсмены и просто состоятельные люди. Среди гостей острова в свое время были такие выдающиеся личности, как Бобби Фишер, Сильвестер Сталлоне, Софи Лорен, Лаудиа Шифер. В наши дни сюда регулярно наведываются члены королевских семей из Нидерландов и Великобритании. Благодаря редкому минеральному составу здешней гальки пляжи имеют необыкновенный розовый оттенок, изящно переливающийся в свете солнечных лучей. Не так давно остров Святого Стефана удостоился награды «Золотое яблоко», вручаемое лучшим курортом планеты. Прямо напротив Святого Стефана во всей красе возвышаются величественные горные массивы Дурмитора, позволяющие оценить величие окружающей природы. Кафедральный собор Святого Трифона – это символ современного Котора. Он даже изображен на городском гербе. Собор является важнейшей туристической достопримечательностью, которая ежегодно привлекает к себе множество туристов со всего мира. Небесным покровителем Котора неспроста считается Святой Трифон. В 809 году которский горожанин Андрия Сараценис выкупил святые мощи у юницианского купца, привезшего их из Константинополя. Тогда же был построен первый кафедральный собор Святого Трифона. Внутри храма ныне хранится много ценных сокровищ и святынь. Прежде всего, это мощи самого Святого Трифона, расположенные в небольшой часовне. Также в соборе покоится саркофаг с телом Андрия Сарацениса. Каменный алтарь, покрытый серебром и золотом, был изготовлен в Венеции, а стены храма в некоторых местах хранят на себе остатки фресок XV века. Римляне, завоевавшие котор еще до нашей эры, называли город Акрувиум, а времена византийского правления котор носил название Декатера, а древнегреческого Катарио, богатый горячими источниками. В 535 году, после изгнания готов, византийский император Юстиньян построил над городом крепость. В 1698 году московский путешественник Толстой так писал о крепости в своем путевом дневнике. Город Катара имеет фортецу каменную и зело крепкую. Половина той фортецы есть при воде на ровном месте, а другая половина обведена по горе, высоко для того, что имеют опасения от приходу по земле турецких людей. А то и катары живут турки в ближних местах, в перстах в шести и ближе. И всегда у катарцев и у пиростян с турками бывают бои, и часто бывает перемирие, когда, померясь, имеют между собою и торги. Субтитры создавал DimaTorzok Церковь Богородицы Здравия была построена местными жителями в честь Божьей Матери, благодарных за избавление города от эпидемии чумы. Сюда была помещена специальная икона Богородицы Здравия, которая прославилась своим даром спасения от болезней еще в средневековой Италии. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Самой верхней точкой крепости является крепость Святого Иоанна. Отсюда открывается великолепный вид на Боко-Каторский залив и окружающий город высокие горные цепи. Звучит музыка Ухода в город через главные морские ворота сверху высечено изречение Иосипа Брустита «Чужого не надо, своего не отдадим» датированный 1944 годом. Оно появилось после освобождения Котора от фашистских захватчиков. В арке главных ворот Борельев XV века, где изображены Богородицы с младенцем, пройдя через главные ворота, попадаешь на площадь оружия, где находится часовая башня. В Старом Которе, как и во многих городках Средиземноморья, узенькие, мощеные улочки с минимумом растительности. Город долгое время находился под управлением Венецианской республики. Прогуливаясь старинными улочками на север от морских ворот, можно выйти к другим воротам, которые так и называются северные или речные. Речные, потому что выходят к реке Шкурде, где средневековые домохозяки стирали свое белье. В порт Которе заходят огромные океанские лайнеры, полные туристов, преимущественные соседние талии. Субтитры создавал DimaTorzok Основной православный собор Котора – храм святого Николы, который открыт круглый год. Также действует небольшая церковь Святого Луки, однако она большую часть года стоит закрытой и открывается только для торжественных событий, свадеб или крестин. Херцег-Нови, город в Черногории, по-итальянски иногда называют Кастель-Нуова – новый замок. Слово «герцог» в названии он получил от титула герцога Стефана Вукшича, который в древности был его властителем. Город расположен на берегу Которского залива Адриатического моря. Он лежит в долине у подножия горы Ориент. Крепость Кан-Ликула – кровавая башня. Это мощное и одновременно очень мрачное сооружение почти в самом центре города Херцег-Нови. Она возвышается над ним на 85 метров. Крепость Кан-Ликула долго выполняла роль оборонительного сооружения и одновременно страшной тюрьмы, из которой невозможно было бежать. Продолжение следует... Смотрите пару минут... М金ари с Л. В Черногории, Савинский монастырь, мужской православный монастырь, основанный монахами, переселившимися из герцеговины в 17 веке. Годом создания первой церкви на месте обители считается 1030 год. Русский путешественник Толстой, посетивший монастырь в 1698 году, оставил такой отзыв. И близко того города был я в церкви греческой, где видел мощи святые, рука царицы Елены, матери царя Константина, перст апостола Фомы, перст апостола Варнавы. При той церкви живет митрополит греческого закону, у него под властью немало есть епархий в сербском народе. Большой Успенский храм был изведен в конце 18 века. Он является прекрасным образцом стиля барокко, церковной архитектуры. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok